Сегодня в мире вспоминать Джона Леннона, знаменитому основателю квартета Битлз, исполнилось бы сегодня 75 лет. Люди, которые его знали, твердят в один голос. Не допел, не доиграл. Ну а город, в котором он родился, где появилась легендарная четверка, превратился в настоящий музей гениального музыканта. По местам, ставшим визитной карточкой Ливерпуля, прогулялся Дмитрий Сошин. Если бы Джон Леннон был жив, как бы он выглядел? Писал бы он музыку или занимался чем-то другим, битломаны могут говорить об этом часами, додумывая его непрожитые годы. Этот вопрос часто задают себе близкие Джона и люди, которых свела с ним судьба. Вряд ли бы он стал спокойнее. Я уверена, что как музыкант он бы сильно вырос, писал бы интересные книги и занимался живописью. Я думаю, он бы стал страстным блогером, звездой интернета. Он ведь любил мгновенную реакцию людей, любил спорить. Я не уверена, что он бы много гастролировал и собирал стадионы, как Маккартни. Он боялся сцены. Джулия Берт – сводная сестра Джона. В Ливерпуле несколько лет они жили под одной крышей. А это Мэй Пэнг – нью-йоркский секретарь музыканта. В 70-х юную китаянку с Ленноном связывали не только рабочие отношения. Этих столь разных женщин пригласили в музей Битлз. Попозировать возле пианино, на котором Джон играл за несколько часов до своей смерти. Грустный подарок Ливерпулю в честь 75-летия, вероятно, самого известного его жителя. Его до сих пор можно увидеть на улице, с людьми. А вместе с другими Битлами он помогает городу зарабатывать трудовой фунт. Ливерпуль – большой и симпатичный город, и здесь есть на что посмотреть. Но самое известное, самое популярное место – это небольшой клуб Каверн, где в 60-е годы выступали пока никому неизвестные Битлз. Собственно, благодаря Битлз это место до сих пор и существует. Таких очередей, как на выступлениях Джона, Джорджа, Пола и Ринга, уже нет. Но в отличие от музея, клуб дает хорошее представление о том, как это было и как это звучало. Здесь в 60-х годах почти ничего не изменилось. Те же своды, те же Битлз на сцене. Правда, это канадские Битлз. Одно жалко – местная молодежь сюда больше не ходит. У них другая музыка, другие дискотеки. Здесь в основном туристы. Ливерпульцы любят и помнят Битлз, но об отдельных Битлзах говорят как об иностранцах. Став рок-звездами мирового уровня, в свой родной город заезжали они редко. Для юных британцев Джон Леннон – это какой-то известный музыкант, которого застрелили в Нью-Йорке. Он считал, что в этом блэком месте легче всего раствориться в толпе. Меня сейчас никто не тревожит. Но я могу в день подписать пару автографов и все. Слава богу, прошли те безумные времена, когда я не мог выйти на улицу. Теперь мы можем ходить в ресторан, в кино, куда угодно. Вести фотохронику своей новой американской жизни, а Леннон не желал, чтобы его забыли, музыкант пригласил Боба Груэна. В Нью-Йоркском доме Джона человек с фотокамерой быстро стал своим. Это не был портрет двух отдельных людей. Это всегда была пара. Они вечно просили, чтобы их вместе фотографировали. Леннон любил повторять Джон и Йоко одно слово. И я воспринимал их как одно целое. Я плохо фотографировал детей, но они попросили меня снять их с маленьким Шоном, чтобы отправить фотографию родным. Джон тогда просто светился от счастья. 17 ноября 1980 года Леннон выпускает новый студийный альбом. Публика его не замечает. Знаменитыми на весь мир эти песни стали лишь после того, что случилось с их автором через три недели. Бывший участник группы Битлз, ему было 40, получил несколько смертельных пулевых ранений, возвращаясь с женой из студии в 11 вечера. Нет, он не умер. Они сами не знают, что говорят. Поздно вечером мне из Англии позвонила администратор Ринго Стара. Просила, чтобы я срочно нашла ей телефон больницы. Я говорю ей, поздно, он умер. А она в ответ, да что у вас там творится в вашей проклятой стране? Никому не дано представить, как бы выглядел и что бы сейчас делал этот гениальный и непредсказуемый человек. Одно лишь понятно. В мире без него стало меньше музыки, любопытства и добра. Дмитрий Сожин, Павел Лихолетов, Первый канал, Ливерпуль.